Без права на оправдание. Стали известны подробности жестокого убийства. Орудием преступления стал молоток. У кого криминальный характер? Неспокойный вечер. В центре Бобруйска под колеса авто угодил велосипедист. Возбуждено уголовное дело. В каком состоянии пострадавший? Легкие деньги и тяжелые последствия. В областном центре пресечена деятельность очередного дропа. В 18-летнем гелищанке знакомый предложил подработку. Как заработок в 100 рублей может обернуться лишением свободы? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Помеха справа. В центре Бобруйска сбили велосипедиста. Вечером 28 февраля на Минской 42-летняя местная жительница за рулем «Пежо» совершила наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии велосипедист получил тяжелую травму головы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Сотрудники ГАИ обращаются к гражданам, которые стали свидетелями аварии, а также к тем, кто располагает какой-либо информацией и записями с видеорегистраторов. С просьбой сообщите об этом по телефону 102. Доверчивая могилевчанка повелась на легкие деньги. Как итог, на девушку завели уголовное дело. Следователями установлено, с 18-летней студенткой связался ее знакомый и предложил заработать. Для получения денег девушке нужно было скинуть фотографию паспорта, на который будет оформлена банковская карта. После на мобильный телефон пришли коды, которые та и продиктовала работодателю, предоставив доступ к расчетному счету. Парень уверял могилевчанку, что все законно. Карта необходима ему для работы с валютой. Получив наличное в размере 20 рублей, девушка не поинтересовалась ее дальнейшим предназначением и таким образом стала фигуранткой уголовного дела. Правоохранители напоминают, предоставляя доступ к своим платежным картам, вы становитесь пособниками кибермошенников, которые в дальнейшем легализуют деньги, полученные преступным путем. За это предусмотрена уголовная ответственность. Судебные эксперты раскрыли подробности громкого дела в Славгороде. 3 января посреди улицы в агрогородке было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. После вскрытия теория о переохлаждении не подтвердилась. Следователи провели осмотр квартиры бывшей сожительницы умершего и восстановили события трагичного вечера. На немыслимое пошел сын 45-летней женщины, который питал яркую ненависть к другу матери. Не обошлось без алкоголя. Спиртное категорически противопоказано хозяйке дома. Однако товарищ вынуждал ее выпить. Это и вызвало агрессию. Государственным медицинским судебным экспертом на теле умершего мужчины обнаружена открытая, непроникающая черепно-мозговая травма, которая стала причиной смерти. Согласно выводам эксперта, травма образовалась прижизненно от не менее 7 травматических воздействий тупым, твердым предметом. В ходе расследования установлено, что орудием преступления стал молоток. На рукояти эксперты-биологи обнаружили смешение биологического материала потерпевшего и сына его экс-сожительницы. 28-летний фигурант признал свою вину. К слову, ранее молодой человек уже был судим. Цена жизни. Авария со скорой произошла в Могилевской области. На 103-м километре дороги Р-43 в Славгородском районе водитель спецтранспорта при выезде на перекресток не выполнил требования знака движения без остановки запрещено и столкнулся с большегрузом. В результате газ опрокинулся и получил повреждение. В машине неотложенной помощи в момент ДТП были два фельдшера, которые получили травмы различной степени тяжести. Водитель газели госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Дорога ошибок не прощает. ДТП в Могилевском районе оставило кровавые отпечатки. В деревне Зимница 40-летний житель Славгорода за рулем пижоне справился с управлением и влетел в Рено, который двигался впереди. В результате аварии водитель француза погиб на месте, а его четыре пассажира госпитализированы. Мужчина, как выяснилось, был лишен прав за нетрезвую поездку. К слову, за прошедшие выходные в Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 672 нарушения ПДД, задержано 7 пьяных водителей и 28 бесправников. 112 пешеходов привлечено к административной ответственности. 33 были пьяны. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю.